так ну что тут у нас что-то все подлагало тут может у вас подлагает так 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 сейчас переименуем так 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 все везде изменил сейчас наверное варди перестримлю томат опять приключение собственно решительно и все У Солара 5100 по картам выиграно и 5 здесь, то есть у него 10 миллионов, но у Солара больше, у Солара где-то 8000 с лишним, это только 100 фиксированное призовое, а еще за карты призовой, который еще пока не прибавлен просто. Так, отпишу в Орде. Деста Армани здесь играет, возможно увидим сейчас как я пишу. Прям музыка жесткая играет. Ну тут Дест победил уже фактически. Армани тут уже лимита больше всего больше. По-моему осталось только дожать ему. Да. Когда это было последнее время вы слышали фиралом на Твич? Да? Заккидаверщицы. Как вы делаете? Ну а я вам люблю. Эм... Мем. Так, 65-94 уже ребят, 37-60. Че они там до сих пор играют-то я не понимаю? Уже кончится должно такое преимущество невероятное со стороны Деста, но ему выход надо просто делать на делках да добить. Уп, прыгаю в игру. Э, че такое? Так, Деста 1-0. Все, спасибо Варде. Мисклик бывает там. Сейчас посмотрим, как Деста дожмет. Здесь 2 минуты задержка. И уже начнется следующая игра. Здесь все будет нормально. Потом ПВП, потом ПВЗ. Я не знаю, сколько там еще игр остается. Сколько-то еще остается? А, все, тут Армани сдался сам. Понял я. Ну все, да, сейчас будем смотреть отсюда. Отлично. Не понял, я что-то чтоб текст менял, не? Так, сетки на сетке добавил туда куда надо везде. Так, сетки вроде добавил туда куда надо везде. да это 3 это 3 вот рима примерно на середину попали этот еще три будет рубилове здесь true и белую зест еще должно быть так здесь true и друг билове будет интересные ночи по-любому тем более тут он победил armani кстати а так и не выложил же блин запись сейчас ребят вам надо будет полюсануть и обязательно так фирта лигу выложил плюс уйти сейчас и выложил ее и на гудгейме так ребят кстати кто еще не в группе вконтакте группу вконтакте ступайте я вот ссылочки вам кидаю там информация много полезной надо было кинуть не сейчас к из игры смотрим и до этого видимо когда solar против инновейшна бился ну что solar не удалось инновейшну сопротивление оказать взял первую карту 1-0 вел а потом 0-4 просто после первой карты 4 подряд точнее не 0-4-4-1 конечно 4 подряд и на высшем дело я имею ввиду это сейчас на наши зомби напали на наши зомби напали так тут адептами здесь летает пытается напрягать адептиками одним точнее адептом собаку пока одну подрезал больше ничего не подрезал на мейн будет заходить да нет смотрите-ка мог телепортнуться он что решил не будет здесь на мейн заходить адептом может сейчас будет да заходит но на вторую заходит в итоге сейчас еще секунду и может быть бы не может быть успел вот адепт стрельнуть но в итоге как вы видели успел не успел телепортнуться назад адепт здесь ты домой вернулся что это такое вот что уже за проход такой я чуть не понимаю пилона здесь нет а газе стенку собирается закрывать прямо интересно здесь пилон сейчас будет да стенка получается закрыта я бы сказал это не стенка как будто нагромождение зданий но у зеста часто такие стенки но обычно он перед пилонами вот это нагромождение все делает если как-то он сзади все запилил минус овер выпилил чудом мне казалось последний выстрел сейчас не сделает пилон потому что овер выйдет из-за дальности так 4 гейта делается гейты плюс так 4 гейта даркшайн плюс призма то есть возможно в две призмы это любимая зеста тема будет может быть в одну призму харасс не знаю он отыграет но вижу что он ставит 4 никс если пилоны третий простите это значит что так пилон тут важен то что сапплай блока на 4 на 3 дарка все лимит хватает а нужно нужно то 4 дарка естественно прилетает здесь пошел давар 4 дарка как раз ресурсов хватило вровень на 4 естественно чусь и все с этими скосами все одного с ножичком на же так же пару ударов собак несколько снес но пока что особо то не нахарасил ничего сейчас улететь за камни здесь все солью сольет архонов чтобы что про очень на халяву не пробежали и собаки понимает что он ничего не прибежит сливает а дома что дома чарши и муртвы делаются стиль похоже на стиль статисты грящий сыграет дес так уверен что здесь вот за полку овера за фокусе уверсера чет нифига не за фокусу зато раучи загулялись и здесь детства открыли путь к рабочим сейчас опу оверси разобрал три дрона просто жесть хораска решили идет чисто смотрите на потери 0 у зеста 10 на 868 18 юнитов на проблевал вообще почти готова чарж уже будет ли какой-то выход час на чаржи и муртвы тут не уверен я в принципе учитывая 3 гейта 4 плюс 3 7 гейтов будет и можно можно попробовать это выйти убить армани например попытаться но если он сам вперед поломится то смысл-то идти туда с другой стороны так если архоны продолжают хорасить одного ручья минус 0 1 1 очень красный остался но сейчас тревожеры делать на полетать потому что если здесь например хочет выход сделать то эти архоны будут ну они успеют поля отрегенить к его выходу они будут уязвимы очень да пошел смотрите выход детский пи открывает и армани сам вперед поломился да похоже что армани сам вперед поломился в это время здесь еще тут нашу ловера подковырял немножечко но не убил в итоге еще плюс 2 архона сливаются да вот архоны еще только половину полей отрегенили но у них вообще не было практически полей это все нормально аж 4 пилона здесь строят здесь по направлению основного удара чтобы сдержать прессинг в кармане фаерболы прям по филдам падают архоны плюс эморклы разрывают просто великолепно здесь дерется фаерболы заходят можно было фаерболы минимизировать урон тоже попытаться архонов контроля дет просто таски на призму сейчас они вообще не погибают все будут регенят тут сейчас можно было этого законтролить не сконтролил но тем не менее посмотрите на потери и вам все понятно будет в этой игре 10 очи ой 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 что мне так приболело бог да че так 10 очевидно ребята ну тут разный уровень зеста и армани смотри что зест сейчас на спаде все равно увидите что он с армани делает ну кстати спад зеста кончается такое ощущение и он сейчас начинает тащить понемножечку по чуть-чуть ну что дед милу и дальше пвп а потом трубила и там где стру видимо так что я не знаю или как там будет у нас здесь 6 написано на тысячи людей 7 6 6 7 7 9 8 8 8 9 9 9 10 10 11 Так, ну что, пока подчеркают, пока начнется время, некоторое пройдет. Субтитры сделал DimaTorzok Так, пильну рекламу, ребят. Что у нас там по плюсам-то, кстати? Все, 10 плюсов есть, отлично. Значит, на главную попадет это все дело. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это я не вижу, что уже подчеркали и не прыгаю в игру, надо зайти, а то меня чуть не зовут. Вот, отлично. А здесь есть белую PvP. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну что, пацаны. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Может, Варди не обновил еще что-то, я не знаю. Вот так вот. 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 Ну, выдвинуть немножко, конечно, вот так вот, да. И ты будешь здесь. Вот если чуть выдвинуть эти здания, то адепты, например, сюда придут, ими тяжелее будет покутить. Вот тут тоже 10 едет. А так-то сюда адептами телепортнуться и стреляют по рабочим. А с другой стороны, зачем здесь уверчаж будет? Можно будет тупо и внутрь залететь, как бы. Так. Две стрилица с белую сейчас. Синий у нас белую, это здесь та пробка. Белую позже в разведку приходит, тоже пошел. Тоже в разведку пошел, стоит отметить. Так. Бустится Маза Шепкор. У белую чуть попозже Магеркор. И вообще у белую адепты. Ну здесь тоже адепты, кстати. Это потом здесь сталкер 2. А белую продолжает адептов делать, интересно прям. А обычно это как в таргет переходит, так 4 адептов и более играют. С одной стороны Арахул залетает, а с другой адепты там заходят харасить. Здесь же пока ничего такого не происходит. Телепортируются адепты. Белую из Азеста там поломился сейчас. А почему ни в атаку не пошел? Странно это даже как-то. Так. Конечно они домой пойдут просто сейчас. Пытается белую из Азеста отловить. Ну как тут отловишь, понимаете? Че он за ними гоняется-то? Это же бессмысленное занятие практически. Ну выстрел два раза. Один вообще в никуда. Здесь даже демот же не получил. Просто белую погонялся, бесполезно вообще. Ну Nexus строится, в принципе роба делается. Ну здесь тут Twilight халявный очень. Мобила села, зарядка на работе. Прям по карте платить не могу, номер про смс приходит. Ну потом подпишешься, че тут делать. Сейчас прям-то качество не дает, только смайлики получаются. Так что... Я думаю не успех у тебя будет. Все это. Так, четыре адепта залетают белую. Минус центря сразу же. Вторую пытается забрать. Забрал вторую, но... Трех адептов уже теряет. Не, один узел к чудам каким-то. Сейчас сталкер пульнет, не! Не, не успел пульнуть сталкер. Зест возвращается. Думаю, что здесь оракул видимо должен прилететь. Но оракул никак их здесь нет и не будет. В перспективе... Блин, чуть раньше у Зеста. Здесь роба раньше, кстати. И Twilight-то у Билови всего-то на 30 секунд, блин, позже. Ровно на 30 причем. Да то и мертвые раньше будут, чем у Зеста. Что-то голова начала болеть. Не нравится мне это. Ни с того, ни с сего. Где здесь белую пробку на халяву нахуй? Чего она здесь стояла? Видимо, разведать потом хотел. Третий никс, может и вон хоть поставить. Так, где лайк, кто не поставил. Все, там уже достаточно плюсиков, Максис. Спасибо тебе. Главное, чтобы 10 было, чтобы на главную попадала запись. Поэтому больше не надо. Так, третий никс здесь делает. Билови третий никс не делает пока. Билови зато два эмортала, и делается третий уже эморт. Делается плюс 11. Я не знаю, почему никто сейчас не пытается играть? Чарж 100-100 стоит. Почему никто не пытается эмортала чаржа архончиков с двухбазовых пушенцем, где очень сильные можно делать? Конечно, на про-уровне все-таки это все контрит, потому что если иллюзия прилетит, увидит, что он там за зданиями отсидится, где стабилизатор будет и все. И ничего будет не сделать вообще. Спасибо. Открываю здесь гейты. Третий никс тут занял. Лимита больше, рабочих больше. Билови тут какой-то выход делает, интересно. Так, адепты зестовские залетают. Ну, три пробки минут. Ну, это фигня. Три пробки. Здесь призма должна прилететь. Иначе начинается до варху Билови. Ну, это блинк плюс эмортал пушку. Это не знаю. Как по мне, чаржа архоны здесь в разы лучше бы как бы зашли. Ну, Билови так пока. Где-то пытается на блинке законтролить. Ну, пришел там, пострелял, продемажил пару юнитов. Ай-яй, как же Билови убого здесь. Центрю отдал. В итоге, короче, филды пошли. Не может даже дойти до зеста. Он должен атаковать, блин. Идти сюда. А зест его уже здесь на подходах гоняет. Что за бред вообще? Привет, Гум. Как думали, что Т-35 есть шансы? Привет. Что такое Т-35 и шансы где? Не понял твоего вопроса. Если честно. Премиум теперь качество максимальное. Максимальное качество, как на премиум раньше было. Теперь бесплатно всем доступно. Премиум нужен, чтобы были уникальные смайлики стримера. Плюс в чатике у тебя картиночка будет своя. Там один месяц собачка у меня. Там три месяца Зилос. Шесть месяцев мутались. Год Архон. Два года Батл Крузер. Получается. Ну что, пытается Билови давить. Выманил зеста, как сейчас. И зест еще тут умудряется, блин. И получать не слабо дэмэджу. Но все равно ГГ, Архоны, Чиниморталы и Зеста решают. Ну а я вас всех приветствую, ребята. Конечно же, громадная просьба отключать адблоки. Подписывайтесь на время. У меня только что сказал, что они дают, если вам это не надо. Поддерживайте просто по реквизитовым описаниям, либо через плеер. Ну а так как приятное дополнение. Плюс сейчас на премиум сразу на полгода можно подписываться. Как бы и картинки эти получать. Как бы за раз. Подписывайтесь на наш канал. П Um precipitation playing хороший баланс. P Субтитры сделал DimaTorzok Так, Т-35 истребитель. Не знаю, что для таких истребителей. Может, турецкий какой-то? Вот. У нас есть Су-35, есть Т-50, который испытывается еще пока. А на что у них шансы есть у Т-35 или нет? Я не знаю, может быть, в лотерею выиграть джекпот у него есть шансы? Может быть, и есть. Тут уж я без понятия вообще. Ну а пока у него есть шансы в войска попасть на серийное производство. Вот с 2018 года в новую программу перевооружения будет он включен. Постоянно в интернете идет срач, что долго-долго-долго. Действительно долго, потому что обещали. В 13-м еще типа. Но за три года никак не могут испытать такую машину. На 10-й год, первый полет. Теперь идет срач, сколько их поставят хотя бы в первой там партии. Как-то их надо хотя бы... Штука 60 хотя бы было бы, да? Так, ну напиливает здесь Билове, ребят. 1-0 он, кстати, повел. Видит кибернетку, прекрасно. Здесь два газа, то есть это будет Старгейт, получается. Здесь тоже самое, то есть это... Тоже будет Старгейт, что ли, или что? А, Билове, кстати, еще и пробку... Пробку с детства там на мэй не имеет. Так, Дилок сейчас выйдет и кабину расковыряет пробки с детства. Ну, надо контролить пробку. Что, Билове, Старгейт, Купилон заказывает. Михаил, прощаюсь. Ну что, уходит зелок. Пришел зест, мазеркор, зелка набомбил, ну и торги ты там, а там же самое интересное. Я здесь, среди теней. Залетает зелка с мазеркором, и Старгейт он не обнаруживает оппоненту своему. А видел ли? Так. Да, Биллую-то Старгейт видел, и робу зелка пошло, но Биллую сейчас перемастит нормально. Вот, а так по поводу авиации, кому интересно, читайте. Учите матч-часть, как говорится. А по поводу шансов, это диванных экспертов спора. Нужно понимать просто, что к чему. Характеристики какие-то, которые доступны, читаясь там, американской техники, нашей КВЛ. Смотреть, сколько ее в войсках есть, и т.д. и т.д. и т.д. Так, ну что, третий Нексус у Зеста, Биллую еще пока не спешит с третьим Нексусом. Зато Феникс у него пять уже есть штук. А, там три всего у Зеста, отстает. А у Биллую еще и Флитбик. В жеган Нексус собирается ставить, я чуть-то не понимаю, честно. А у Биллой еще есть штук. Так, ну что же. Еще один Старгейд пошел. Дальность вижу Фениксом заказану. Биллую. Ну, по воздуху Биллую будет доминировать, но здесь-то Блинк уже доделывается. То есть Биллую надо как-то пораньше было разменять, потому что когда Блинк будет, тогда ХЗ. Блинк будет доминировать. 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 Так, ну что же, Шриги и Тофу Леста. Три феникса всего у него есть. Кстати, вот знаете в чем прикол? Эти три феникса могут очень сильно зарешать, несмотря на то, что там полное доминирование. Потому что ими не надо драться в лоб с фениксами белыми. Нужно асимметрично их применить, получается. То есть, они, феникс и белые, прилетят сюда. Кто-то Зест увидит, это просто вот сюда залетаем и начинаем всю энергию на поднятие пробок тратить. То есть, в идеале, каждый по четыре пробки может поднять, то есть, каждый по четыре может увидеть 12 пробок. Столько-то, наверное, навряд ли успеет, конечно, убивать Зест. Но штук 5-6 легко можно забрать будет сейчас. Ну, тем более. Вот, он видит, фениксы летают. Все, да, вот, сразу же, полетел. Вот это правильное, абсолютно, абсолютно правильно. А я еще раз благодарю всех за поддержку. Давай, контроль, что-то творишь-то? Да, даже все, всю энергию смог реализовать. Вот еще один, блин, куда ты улетел-то? Еще одна даже осталась. Еще немножечко энергии осталось. Билой пытается принять, мимо пролетают, есть стрипки. Зато и здесь словил. Один феникс, вон, там, сверху остался. Ну, тут группами по три, да. Правильно, Билой словил. По три там только поля не успевает снять. Смешно вообще. А здесь сталкерами вперед выдвигается. У него меньше лимита, но у него 18 сталкеров. Там 10 фениксов, 2 грелки, 2 морг. Ну, кстати, если фениксы здесь будут, то отобьется Билой легко, я в этом уверен абсолютно. У Зеста с двух форжей уже грейды делаются. То есть можно будет давить, если даже в карьеру будет Билой переходить за счет гейтового мяса прироста серьезного и за счет преимущества по апгрейдам. По две фотонки Зеста там аж в минеральных линиях ставят, чтобы фениксы жестко не напрягали. Ну, чтобы хоть немножечко они получали урона. 3 фена минуснулось в итоге. 2-1 грейды, гейтов все больше и больше. У Зеста 12 гейтов сейчас станет. Шторм будет сейчас. Шторм по грелкам очень хорошо заходит. Когда они в стейке в особенности. Еще один старт гейт убил, и гейтев просто он добавляет. Зачем ему гейты? Он грейдов вообще хоть бы, блин, ради приличия хоть атаку бдел, я не знаю, хоть первую сделал. Форжа-то у него есть вообще? Не понимаю. У него и форжи-то нет. О, лунтик-то, а, дает. А нафиг земля-то вообще 0-0. Если у Зеста будет 2-2 земля, там грейды даже вот сейчас 2-1 на 0-0, это вообще, ну, несоизмеримые грейды. Там эти имморталы, ну, дэмоджи будет немного даже выдавать, тем более тут архоны как бы и сталкеры прикрыты прекрасно. Шторм есть. Да, варх еще зелков архонов. Четвертый анексус будет, конечно же, уничтожен. Здесь легко достаточно Зеста. Потому что Билл и не может выйти, он не может подраться здесь. Зелки приходят, зелки начинают стебать все. Фениксы полетают. Если Булев на позиции, может быть, успел бы, кстати, анексус отбить бы тогда. Кстати, и так успеет. Скорее, надо больше зелков поднять, но трубы-то он не может. Сейчас Билл сталкеры пошли добивать. Сейчас сейчас агрессивный блин под фениксов можно сделать. Все, у них тут падает. Ну, блин, что-то даже не стал здесь сделать. Будет ли Лоб атаковать прямо сюда? Интересно. Ну, опасное пространство. Здесь, конечно, такой дэмэдж даже с такими апгрейдами будет гигантский создаваться просто. Здесь будет есть узкое пространство. Ну, так, Шторм попер. Фидбэк на Мазеркорд. До свидания. Фидбэки по Фениксам пошли. Ну, энергии, кстати, на Штормы больше практически не осталось в этом минуте. Там аморгл. Архун прям под грелками, под аморглами морфится. Выпускает Дест Архонов с их вперед. Феникс один какой-то живой до сих пор был. Агрессивный блинг сталкерами. 160-110 просто в мясо. Просто в мясо Билл везде сносит. Да, за счет апгрейдов, за счет прироста и молодец, короче. Очень легко далась ему эта победа. Как мне кажется, вот именно не в плане его трудов там. может кнопки-то ему и тяжело было жать, но в плане интриги, в плане того, что Дест разобрал просто в план. так, ну что, Билл Ви против ТРУ. Американский сервер, отлично. Поехали туда. Поехали туда. Так, ну что же, на канале я, да, на канале вроде как. Билл Ви здесь, труп оказывается и вкашился, но я думаю, сейчас труп вернется и будет все нормально. Рекламку пельну пока. быстро. Американский сервер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю... Да, Тру Армани убил... Зест пока 2-0 убил Армани и Биловю... То есть Зест уже на первое место претендует 4-0 он идет... Ну Зест еще предстоит Тру сыграть, а Тру Биловю... Биловю тоже может выйти... Либо Тру как бы за второе место бороться будет... То есть сейчас матч скорее вот такой... Вот сейчас матч Тру Биловю это матч за выход со второго больше места... Как бы второе-третье... Армани понятно уже все минуснулся... Ну а Зест Тру уже за первое получается будет... Хотя Тру тоже никому не проигрывал... Биловю только проигрывал, да? То есть Тру если выиграет, то... Ну да, то есть как бы... То есть если Биловю проиграет, то все... У Биловю будет шанс выйти... У Тру как бы будет... Надо Зеста выигрывать... Если выиграет Тру, тогда он может за первое еще Зестом пободаться... Вот так вот... Что-то долго они черкают... Тут черкались что-то прям... Опять. Тру, MP3. 19. 10. 17— 18. 17ок 18. 18. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Наших нет Посмотрим в общем Добавил субтитры DimaTorzok 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 Вот. Кстати, помимо GoFoSK завтра них... А, не, Lader Heroes 18.00, где завтра есть. И там Блай играет. Ладно, разберемся, что завтра стримить. Давайте сегодня для начала день закончим. Из какого я города просто любопытно. Если б ты был просто действительно любопытным, ты бы, я думаю, и сам бы нашел из какого я города легко. Ну что же, 15 дрончиков нам и так здесь можно убрать, тут у всех никнеймы понятно. Стенку белую делает, осталось гейт сюда поставили же, наверное, вот так вот он будет стоять и будет стенка закрыта. Второй газ у нас начинает качаться здесь. Доделывается Nexus. Ну все стандартно абсолютно пока. Билуи раскачивает Nexus, но кроме того, что Билуи через сталкера первого сыграл, то есть он очень хочет сбить Овера, но зачем Мазеркор на мейнита строить? Вот надо где Мазеркор строить. Овер улетает на ХГ, сталкер подбежал еще одного из Кати. Труща Сэм на сталкера, на этого наполится, по-моему, или нет? Летит Овера, сейчас тут он вернется, сталкер, хотя нет, он не вернется сюда, он полетит вот этого Овера, пытаться избивать, я так думаю, пробегает сталкерок. Нет, Овер видит сталкера, а сталкером видит Билу, опа, здорово, братишь, говорит, он один улетает, второго этого, это демеджи наиболее, то есть решил выбрать того, кого наверняка собьет и то, скорость заделаешь, как же Билуи не прет вообще, вот. Кстати, даже может в чадике спросить, с какого я города, уже много кто запомнил, из какого, вот. 16 пробок на мейне, 13 на второй базе, 3 гейта плюс робот, робот скоро будет готово. Ну, будет какой-нибудь, интересно, будет ли какой-нибудь Харас там, не знаю, вот с роботикса. Так, еще дрон-то встал, я чуть не понял. Это баг, что ли, я чуть не понимаю, смотрите, как баг, как будто какой-то, да, зависли дрона. Интересно, прям первый раз вижу. 10 рабочих на золоте, инкам уже, блин, очень сильно утром вверх идет. Сейчас еще больше оторвется он по инкам, уже золото будет полностью раскачано, плюс 3 базы. Плюс 3 базы. Рабочих 12 штук, это 4 осталось до того, чтобы 16 по 2 рабочих на каждом минерале было бы. Ну и 600, 700, плюс инкам сейчас имеет у нас Трун от Билуи. А здесь, тем временем, Твайлайт, в котором Глефы заказаны, делаются имморталы. Есть 3 сентри, делается иммортал, один пока имморталов до этого еще не было построено. То есть это первый самый, не пока в единственном числе. Ну и продакшн в любом случае в единственном числе будет, потому что роботикс 1. А здесь передроб собак идет и видит это Билуи прекрасно передроб. Сколько он будет готов? Вопрос. Сталкера отводят? Да, плюс, так, плюс еще Сталкера и 2 адепта. Ну тут не просто с 8 собак, здесь еще 8 плюсом залетает и тут уже напряжнее будет. Сетка в описании канала, но восклицательный знак. Сетка тоже есть. Умните об этом. Так, Сталкера-то можно было бы не отдавать. Отведи ты его, ё-моё, за адептов-то, а? Нет, не отвел. А, здесь другого направления собаки грызут. Ну тру, как обычно, свой сверхагрессивный стиль демонстрирую. Кстати, офигеть просто. Просто собаками пытается сгрызть. Пошел Гидродент, 4 хаты, просто инъекции, и собаки грызут, грызут, грызут все направления. Просто сейчас. Опа, на. Пошел филд, филд не влог. Здесь собаки будут влог пытаться сгрызть, здесь тру интересно. Я не уверен. Глепы готовы. Ну и собаками здесь уже, ребят, против Глепов-то как-то так. Так что, по-моему, уже и не продавить-то будет тру. Но он все пытается и пытается. Еще раз на лом уйдет. Так, кто-то там. Кто-то там, озвучка, чья это? Кто-то убийство, если есть. Не знаю, чья оно. Чья-то, в общем. Так, гидралисков вообще нет. Просто бегал, бегал, собак что-то отдавал, отдал. Ну и сам подгрыз. Ну, 93 линго тру отдал. Ну, типичный тру, блин. Ну, сейчас адепты начинают напрягать. Так, адепты на все наги. Выход пошел. Да, пошел выход. На 20 лимита билую сейчас больше. А что же тру? А тру ничего. Ну, тут и здесь адепты выжили. Гидралисков всего 10. Коготь второй. Да, будет здесь вообще просто без бгрейдов. Но... Беллингов нет, которые вообще очень хорошо это все дело убивают. Такие гидралиски против адептов вообще к чертям. Здесь адепты. Ой, еще вторая призма на мэне адепт. Шаталь. Ну, здесь понятно тру отобьется. А здесь не то, что не отобьется. Даже если тут вся армия была бы, просто отдался бы. Долго-то падает. Это 1-0 билую, ребят. Пошел еще один гвардиан. 136, 8-8. Потери из эрга чуть ли не... Ну, не в два раза, но намного больше потеряно. Вот только сейчас Беллингов тру додумался, что можно запилить. Ну, это очень поздно и Беллинги уже ничего здесь не сделают абсолютно. Хотя они просочились, смотри, через лд. Врежутся, конечно, но они... Ну, это гг. Это гг. Ну, это гг. Это гг. Гг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, ну как раз на 10 секунд едет раньше кибернетки заказан, поэтому и достроятся одновременно они, так как на 10 секунд разница в их строительстве есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, ну да, 10 собаками можно адептов нормально встретить этих двух... Продолжение следует... На два адепта разменять... Великолепный размен, 250-100 как бы и по ресурсу, вообще в принципе... Все со второй базы сразу же подрывается на золото, что... А, криптумор ставит дроны, блин, из-за этого системы их назад отбросил. Надо контролить вручную такие моменты, я тут тру не законтролил. Сразу же инкам подпрыгнет, сейчас вот только пока переезжали его не было, а сейчас как золото начнет добываться, сразу инкам больше станет, чем у билла. Хотя, знаете, у билла ведь карманная база, и тут с инкама тоже, потому что здесь рабочих много, 20 может идеально добывать, не 16. То есть тут инкам тоже хороший, минеральный очень даже. Но на золоте надо меньше рабочих, чтобы такой инкам создать даже больше. То есть в среднем все равно больше, конечно, у трункинка мои пошли. Так, два ровуча заказано, лэд пошел. Зачем? Массить ровучей собрался, видимо, тру, я так понимаю. Так. Какой плывел? Варди-варди турнира плывел? Пока даты не анонсированы, но в июне максимально быстро варди всегда все делает, просто нужно договариваться с игроками, которые вышли, когда они могут. А пока что вышли. Бьянкира, Зест точно выйдет уже. И на вейшну Совар кинь, то есть три тирана, два протса и Блай еще, вот сюрприз где. И два зерга Совар и Блай. А тут либо тру, либо белую останется. Если тру проиграет белую, то все, потому что у тру еще и Зест впереди. А Зест, как мы увидели сегодня, шансов маловато. 70-90 по лимит, третий нектус делается. Полетели все, не вперед здесь? Так, поплетки заказывает у нас тру. Зачем ему поплетки? Боится забегания. Правда, это правда? Да. Так, Баадрон вот у меня... А, призма на мейн пролетает. Неплохо. Харас адептики здесь. Варпится, сложил. Да, не стал варпить. Правильно, здесь плетка и здесь роучи есть. И здесь плетка роучи есть. 125-86, ну здесь тру прямо замечательно наматился. Парабам, да, на 50 сидеть. Но в этом-то и суть билда этого, что можно сейчас будет пушить идти. Так, две призмы вот сейчас. Две призмы убил, и еще и в лоб адепты здесь пытаются напрягать. Но есть плетки у рабочих, и все в порядке. Так, четыре адепты прилетают. Будет еще варп, видимо, скольких-то там адепт. Или не будет. Четыре дрона уже выпилил у нас белую. Пять. И улетел. А тут все новое-новое роучи строится. Не знаю. В тру надо в какой-то момент проатаковать, потому что его сейчас могут развести очень жестко. Офигеть, тут на мейн столько адептов сейчас залетит. Это вообще жесть. То есть тут чисто адептация с разных сторон планируется. И роучи как раз убежали в это время. Адептов нереальная пачка залетает на мейн, просто нереальная. Они телепортируются. Буквально с залпа забирают королеву. Еще с трех залпов забирают плетку. А три залпа у адептов очень быстро проходят. Но роучи труп прилетает. И Билуи не пользуются иллюзиями. Сейчас телепортом. Это ошибка с его стороны. Здесь третьей базы роучей. Надо бы на второй потенциал. Здесь просто на халяву адептов роучи забрели. Нужно ловить их просто и все. Здесь роучи унизят вообще. Надо идти в атаку. Конечно, пробревать и уйти. Адепты далеко не телепортнутся. Я не знаю, будет труп вперед идти. 152,99 по лимиту просто гигантское преимущество. Здесь ничего кроме адептов не было и не будет. Так, опять здесь роучи прилетают. 4 дрона адепты минус 0 и 5. Но это смешно. По 6 адептов на 5 дронов на той стадии разменивать. Нет. Здесь дроп еще тоже 8 забирает. Парабам, конечно, 38-58. Но, кстати, боевой 38-124. Просто три раза больше боевого у Тру. Что у него вообще есть? 46 роучи, 30 лингов. Еще и можно... Так, еще и 900 минералов осталось. Тут не помогут ни 3 оверчажа. Здесь ничего уже не поможет, к сожалению. Вот просто... Заходят адепты плюс... Ой, заходят роучи плюс собаки. Минусуют пилон 1, Тру. Минусуют пилон 2. Да, хоть бы филд был у Билови какой-то. Был бы вот филд, можно было бы хоть филдомер так-так поставить. И там у верчаж дэмэджа нанес. Ну, гиды бы все, упали бы. В это время же пытается адептировать здесь у нас Билови. Но нет. Здесь Тру проблевает фламку. Сейчас здесь пилоны упадут. Эти тоже моментально у верчажа не спасут. Г-г, ребята. Какой-то бред здесь Билови сделал, если честно, с адептацией. Хорошо, Тру, молодец. Интригу сохраняет нам. Какое-тооho. Такое. Играя отмырена. Верчая отмырена на 빛昔Orсу. Ну, вылезли москлер. Так, прыгаю в игру, третья решающая. Ну что, я в игре, поехали. Продолжение следует. 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 я не знаю. То есть вот сейчас таких билдов практически не осталось. Раньше было много билдов подобных там и в Ходзе, и в Воля. Типа просто с гейтов. Там 6-8 гейтов пуш без вообще каких-либо грейдов. Здесь такого вообще нет. Ну всё, оверу разбивает билдов. Ну тут залетай с другого направо. Куда ты овертаж ставишь так? Ай, чудом ушёл здесь 12 хп. Сталкера, потому что не было. Отреагировал не овертажем. Мог быть это овера конечно билдов сейчас, но не сбил. Повезло здесь труна улететь. Пусть он сныкается, улетит и всё. Тут выход на третий нексус идёт. Мейн пилоном мейн обнёс сталкерста. Иван Антоненко активирует премиум 6 месяцев. Тру очень агрессивен и может на самом деле и нидус сделать. Так, спасибо Иван Антоненко. Опа, ты сразу на 6 напилил. Ничего себе. Спасибо за поддержос. Что со мной? Со мной всё в порядке. Я говорю булажок, проколол пузырь и что-то занёс, куда распалился. Место это как бы не заживает. Надо вот мазать даже распухло немножечко. Я надеюсь, что никакого жёсткого заражения там нет, но... Да было бы всё жёсткое, я уже понял бы, что оно жёсткое. Спасибо Иван Антоненко. Ты там теперь будешь муталецком каким-то или кем-то там будешь, не знаю, в чате. Так что спасибо, брат, во всем, кто поддерживает. И премиум у тебя, да, можно сразу на много подписываться. Подключаясь также от блоки, ребята, просьбы. Ну и по реквизитам писания через плеер поддерживаете, естественно. Реквизиты все под плеером в канале, если напрямую вы хотите на кошельки поддержать. Ну и, соответственно, плеер вы понимаете, да. То есть тоже плюхи есть в поддержке. Цветаете, никнеймы и т.д. и т.д. Так, здесь у нас скорость гидрала. Ребят, что-то я заговорился. Скорость гидрали. И опять же вот, мне вот такие зерги прям удивляют. А потом могут ещё ныть там, что что-нибудь им не так. Без бейнов вообще играют. А как адаптацию, например, отбивать без бейнов труп? Хорошо, что Билл играет ещё в колоссов там и нут. Он делает апгрейды там всякие разные и не собирается пока идти вперёд. Он, наверное, вышел. Это хорошо. Он, наверное, вышел можно было. Вторая броня уже без атаки. Ничего себе в Билл вести в этой карте. Спасибо тебе, Иван Антоненко. Опа! А вот что здесь у Трук за хитрости такие. Я припухший какой-то на небе. Я могу быть припухшим только, ну, обнаме. Дэй Вэпи поддержал ваш канал на 200 рублей. Спасибо, Дэй Вэпи. Я могу быть припухшим сегодня только что, ну, поддерживать и говорить часто, да, там канал. Может, в этом плане есть только. А так я, ну, наоборот, нормально всё. Побрился сейчас. Хотя, может, жирку набрал. Чё-то, блин, бегал неделю, теперь опять не бегаю, блин. Надо начинать. Спасибо всем за поддержку ещё. Так, забежали линги сюда. Мутка залетела. 21 муталис, 5 ещё строится. Просто в лоб Трумуты убивает. И сталкеров, и всё остальное. На мейн надо полететь, сместиться и минуснуть. Здесь даже забыл часть муталисков. Он просто, ну, не законтралит, пока вот этой группой контролит, убивает. Нужно взять всё остальное. Муталисков уже 25 штук. Сейчас ещё 5 будет плюс. То есть, 30 сейчас их станет. Это жесть, вообще. Тоже, а подушку безопасности руки ожидают. А я просто в бане, когда была в беник. Не думал, что так вообще обожгусь. Парил щит, парил кореша, как бы... Ну, хоп, пузыри на следующий день. Надо, ну, перчатку это было и руку намочить. Хотя бы. Так, ребят, здесь пытается Тру зайти. Вот надо ему по катушке просто сделать сейчас. И вообще, как бы, он аннигилирует в хлам здесь всё тогда. Сталкеров всё больше и больше. Ну, Гвардиан Шилл сейчас нужно использовать. А сталкеры вообще вне Гвардиан Шилл лодируются. Но 13 сталкеров на 33 муталисков. Куда там, ё-моё? Муты просто нереально. Количество агрессивные блинки. Куда эти блинки делают со сталкеров? Тру я вообще не понимаю, что он боится-то. Он здесь унизит всё, блин. Здорово, ЕС-475, рады тебя видеть. Так, пилончики, минус. 13 пробок осталось. Ещё 7 муталисков. 40 муталисков уже сейчас будет. Куда ты топишь-то? Иди этими-то шатай. Чтоб так вот. Я не понимаю, почему Тру. И главное, что и эволюшн вроде есть. И по Грэйдам закреплял. Коготь бы хотя бы делал на лингов. То есть тут когти... Вот данным когти было бы достаточно. Особенно если бейлингов запилить. Там собаки на мэйне образовались. А как, откуда они взяли здесь? Я вообще не понял. Просто жесть какая-то происходит. Ну, кстати, Тру и раньше любил вот такой масс-масс мута стиль. Тут уже сталкер-боец-вотоклик, по-моему, уже решает. Ну, Тру решил, что надо постебаться, по-моему, на отбилу и... Я не знаю, зачем он там, зачем он так... Зачем он так извращается? Пилон с двух ударов мутку ушатывает. Ну, тут пачка, вот эта пачка, если уже... Ну, здесь вот, если всех встанет муталисков взять, уже пилон с удара, по-моему, будет умирать. Еще около пяти муталисков, когда пятидесяти они с удара убивают. ГГ, у Тру есть шанс занять первое место. Сейчас он сбреет десто. И это интрига, а Билу, скорее всего, вылетает. Так, спасибо еще раз всем за поддержку. Дэвэйпите, спасибо большое. Пила уже работает. Ужилка. Ужилка на кармане. Ужилка на кармане. Выответственно, как тут у нас остался. Здесь труп, а здесь будет. Так, правильно. Да и так понятно, что это на Америке будет играться Zestru. Две минуты, говорит, надо Zestru позвать сюда. Так, я пока водички-то быстренько налью пойду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, я здесь, водички не стал наливать банан с «Симон» Вспомнил я, что маме надо позвонить, когда они в деревне доехали узнать с «Чарликом» Удождите. Субтитры подогнал «Симон» Так, ребят, сейчас я по одедушке телефону ещё позвоню, что мам не берёт. Пока что Zestru нет, мы ждём Zestru против Трупова за последнего. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, ссылка, да, в восклицательном знаке, в описании канала, но вот Exodus уже тебе кинул ссылку, я был занят сейчас, разговаривал, только сейчас я уже договорил, все нормально там. Так, ну что же, 17-я хата, Гаспу, утро, у Зеста здесь пион, гейм, Гаспу, в кибернеточку стандартно достаточно, отыгрывает он. Так, пион, кибернетка, гейт, пион, кибернетка, гейт, да, а дальше-то что, зелок не заказан, через адепта, видимо, здесь стартанет, может, сталкера закажут, хотя навряд ли, я думаю, это будет сталкер. Да, адепт первый, все-таки пошел, Nexus достраивает, здесь хата готова, утро, скорость заказана. На наши зомби напали. Так, ну что же, на дептончик залетает. Здесь походил немножечко, просто по мейну. Оп, минус дрон. А надо ли отсюда телепортироваться, Зестом? Мог бы и пошатать еще. Надеюсь, спорку вынудил заказать. Ну, так адепт выжил, ушел просто, а так бы он погиб бы точно. Ну, может быть, еще рабочего кого-нибудь подрезал бы, Зест, потому что собак не было. На самом деле важнее адепта спасти, да, чем... Лучше одного рабочего забрать и абсолютно целый зеленый адепт с полным хп уйдет домой, поля отрегенит. Тем более 10 унитов Зест больше не добавляет, чем просто он еще дрона заберет и погибнет. И ведь здесь призма плюс 4 гейта, все это Дарк Харас. Но Тру играет в леер достаточно ранее, что самое интересное. Овером будет в лощи 10, во второй нет, третий нет, сюда, видимо, пытается залететь, скрип и налить. Не поможет это даже заблочить, потому что сталкеров нет пока. И еще и леер уже сейчас будет готов, то есть уже сейчас появится возможность скрип развивания. А, не, нифига, Дест. Теперь наглый билд, а? Один адепт, блин, со сверхагрессивным Тру через одного адепта Mothercore вообще юнитов нет. Ну, зато сейчас Дарки сразу пойдут. Так. 500-500, 4 Дарка, это 500-500 по ресурсам. Чапилона не было у Деста. Три вот варпца и четвертый, да, пошел. Здесь оверсир не готов, но с секунды на секунду будет готов, и утру просто рабочих... Ой, этих собак нет, посмотрите. Ё-моё. А что, может, Хату выпилить вообще? Дроны просто раскрошены сейчас. Хату пытается Дест выпилить, и ведь нечем принять. Так, хорошо Дест, собак офигеть. Просто как он, посмотрите, как режет. Как он режет, режет. Очень больно. У Хаты осталось 143 хп. 22 юнита, он суммарно на 1018 ресов просто Зест разгромил. И можно и нужно сейчас архончиков подслить. Что Зеста и делает, сразу не сливает собаки, если вдруг прибегут. Призму открыл, еще что-то варпить будет, что ли? Похоже, что да. Там контр-урыв с собачками идет со стороны Тру, и первый гидраль. Закан, здесь один всего пилон, кстати, у Зеста. Два дарка сюда спустил бы, и все. Дарков нечем отбить было бы. Так, на третий, бать, здесь две королевы, все, плюс пару собак. Главное не отдать призму, если призму отдать, то тут все будет, случайно тогда. Так, архоны собак крошат, архоны королеву сейчас закрошат. Правда, транслюзс хорош пошел. Да, транслюзс, схема очень был. Да, королеву убиваешь, что делаешь-то. Еле призму спасла, сейчас надо архонов забирать. На грани вообще один, посмотрите, хп прилетело. Когда спасаешь на архона на красном хп, это может какой-нибудь даже демотиватор сделать. Типа, как Брюс Виллис, в последнюю секунду бомбу, ема, в крепком орешке там обезвреживает. Или где-нибудь еще кто-нибудь. Так и архон в последнюю секунду прыгает уже полей. Нет, 350 полей. У него 10 хп всего. То есть, сколько у него там осталось? 2 на 8 демеджа. 2 хп было, да. 17 я только что видел убийство у одного из архонов, второго не знаю. Первая потеря у детства, это дома были 2 зелка, пробки. Аптервер вот здесь вот только что потерял. Но Нексус самое главное выжил и продолжает детство строить юнитов. Чаж не делается, ничего не делается. Опасно на гидру лететь. Но преимущество 20 по лимиту. То есть, как вы понимаете, архон охарас более чем удался. Еще овера нашел здесь халявного. Овер халявный, это просто прекрасно. Взбитый. Так. Летает здесь призма, ребят. Подрезает детство версира, который рядом с ним был. Делает выход, но по лимиту, кстати, крайне близко. Тут обогнал трубу в итоге детство по рабочим. Есть гидра, есть линги, но... Как обычно, отсутствует что? О, правильно, бейлинг-нест. И как отбивать зелков сейчас же без бейнов? Я не понимаю вообще. Они же тогда сверхэффективны становятся. Блин, просто 10 здесь бейлингов хотя бы уже... Тогда придется просто по частям их бой бросать, там сплитить их. А так просто оклик вперед, и они там так стопят. 5 архонов, 3 иммортала, плюс зелков такая почуга, блин. Видит здесь, что третьего, четвертого растения, что-то нет. Пошел еще 7 зелков до вар. Ну, тру, конечно, позицию хорошую здесь старается занять, чтобы гидра максимально здесь эффективно дралась. То есть здесь тяжело ворваться. Сюда, получается, зелки заходят. Так, надо по филд раздавить. Давит филд. А архоны зашли хорошо. Ну тут сообщит. Дест, он правильно не лезет туда. Он, наоборот, зерговую манит. То есть если туда влезать, то... Да, еще и филды грамотные ставят. Все, теперь здесь видишь, что здесь абсолютно недостаточно юнитов. И просто заграем. Представляете, на потери просто. 157 на 17 потери. Ну это же перебор. Реальный перебор. Я не понимаю, что тут стиль какой-то мертвый, без бэйнов вообще. Мне не нравится стиль. Ну вообще, абсолютно. Такой вот. Да он показывает свою неэффективность вот в этих играх. Вы сами все прекрасно видите. Продолжение следует... Так, секундочку. Так, все, вернулся к вам. Банан доел быстро. Так, все, вернулся к вам. Продолжение следует... Так... Так, все, вернулся к вам. Так, ну что же, опа-на, посмотрите здесь, что за элегантность решил сотворить, офигеть, а я и не вижу, а здесь-то 4 гита просто из-под Тру, и я боюсь, что если Тру это не, а он никак не обнаружит, пока он не пытается разведать прокси Одессы, это вообще не часто увидишь, особенно такое. А если еще и Тру, допустим, третью сейчас до готовности пула поставят, то вообще тут и без третьей-то жесть Так, зелки бустятся, ну, с другой стороны, если увидеть там на мейне, например, плетку запереть, хату отменить, может что-то и получится интересное, мне кажется Ну, похоже, что для Тру плохие времена здесь наступают, два зелка вперед, в общем, два, а, все, хата-то достроилась, точно, о чем я говорю отменить? Отменить можно, когда замечаешь, когда ты не видишь, то тогда ты и хату не отменяешь Зелки набегают, пробку здесь вперед ведет Королева еще не готова Два зелка уже на мейне, плюс две пробки, плюс третий зелок подходит Здесь начинает пул выпиливать здесь зелками, плюс пробками Ну, одну пробку Тру тут минутнул, ну, а дальше-то что? Зелки все новое-новое подходят Королеву так просто не выпилишь Так, пробку зато там на королеву агрится Не слабо так На второй базе кто-то зелка задемозил, просто собак пьет королеву Не, ну Тру тут грамотно контролит пока что Очень даже, и сейчас скорость с собаком будет готова Зелок королеву запилил на второй базе Здесь аккуратнее на муве отдает собак Сука зелков уже, семь зелков Кайте, что это, а, пилон Здесь соплай-блок, просто не строятся зелки, поэтому Здесь плетки пытаются Тру впилить Не так-то просто будет их пилить здесь Когда семь зелков, по-моему, здесь шесть зелков Шастой, по-моему, один, видимо, на второй базе Рабочие начинают падать Тру решил, что пора с зелками подраться И ведь со скоростью с собаками, с дронами выпиливают Если какое-то чудо произойдет, Тру здесь отобьется, то... Ну, рабочих королев нет, рабочих восемь на четырнадцать И боюсь я, что тут экономика Тру Хотя две королевы еще делаются Собак можно масить и... Блин, Тру-то отбился, по-моему, здесь И хата есть, то есть можно куда-то накидывать-то, пусть они наверх-то зайдут Решил, что если дождаться еще зелков, будет тяжелее, видимо, драться Тру Я не знаю, что он здесь решил Один пилон, между прочим Один пилон всего Ну, не надо бить пилон под козелок, убивает собаку Та, точно не надо бить Тру к собаку Тру-одиннадцать Еще строится некоторое количество Надо криптумор поставить здесь, чтобы собаки быстрее бегали, видимо Инъекции пошли Собак все больше и больше в продакшене Королеву надо спускать еще одну Ну, Дест не тупит И зелков просто... Каек станет штук... Сейчас уже восемь получается Нет, семь получается Еще плюс четыре Там, когда штук один с двенадцать станет Их тяжело и окружить-то будешь, этих зелков И, кстати говоря, у Деста на Мэне вообще нет прикрытия экономики своей Но Тру понимает, что... Ну пойдешь-то Ну выпилишь Понимаете, здесь какая ситуация Если пойти выпили Десту на Мэне и экономику То тогда он просто зелками здесь убьет А потом и собак добьет А здесь Деста и так убьет Ооо, нет Ну как-то Тру, вот когда здесь отбился Надо попытаться, наверное, было пилон Сходить выпилить сразу Тру Но я думаю, что навряд ли успел бы Вот если бы даже Втанковал бы, пилон запилил бы Здесь продакшен не было Мог бы давить Ну что Так, киви, где увидеть кошелек Так, и плата на Твиче тоже киви есть Так, и плата на Твиче тоже киви есть Под плеером там все просто вниз Опускаешь, там все реквизиты есть Кому интересно Сейчас стоп-старт я сделаю, ребят Без задержки к вам вернусь Подождите немножечко Сейчас сразу задержку уберу Чтоб потом вернуться Сразу просто кнопочку нажать и все Продолжение следует... Продолжение следует...